Добрый вечер! Очередной выпуск большой политики и вновь о сложных процессах простым языком. Будущее Евразийского экономического союза. Есть ли поводы для беспокойства и действительно ли происходящее между партнерами в рамках союза? Стоит классифицировать как разногласие. Для начала несколько цифр из свежих статданных. В 2016 объем внешней торговли всех стран Евразийского союза сократился на 12% или почти на 70 миллиардов долларов. Это в сравнении с 2015. Экспорт минус 17,5%. Импорт снижения на 2%. Сальдо внешней торговли тоже в минусе. 107 миллиардов долларов против более чем 168 миллиардов годом ранее. Теперь о взаимной торговле между странами-партнерами ЕАЭС. И здесь общее сокращение объемов на 6,7%. Это данные официальные предоставлены Евразийской экономической комиссии. Казалось бы, чем не повод для беспокойства. Вот и лидеры объединения тоже не скрывают. Проблемы существуют. Происходящие в мировой экономике негативные события являются испытанием для всех нас и требуют более слаженной работы на площади ЕАЭС. Нашей комиссии и всем нам, правительствам, надо искать возможности, как в этих трудных условиях, когда мы испытываем резкий спад взаимной торговли, как находить другие пути нашего сотрудничества. На фоне падения годовых показателей риторика президента Казахстана адресована к совместному преодолению трудностей. Но вроде как объединяться-то как раз таки и стоило для того, чтобы вместе решать проблемы, вместе противостоять вызовам и совместно укреплять наши конкурентные позиции. На практике же получается сложнее. Период адаптации национальных экономик к друг другу пришелся на непростые времена. Внешнеэкономический прессинг на страны Союза лишь нарастает. И партнеры зачастую озабочены спасением прежде всего самих себя, но никак не Союза в целом. Получается, преодолевая одни трудности глобальные, мы сами создаем себе другие, локальные. Это к разговору о недавней полемике между Москвой и Минском. Необходимо и далее уделять приоритетное внимание проведению согласованной политики в ключевых секторах экономики, а также гармонизации законодательства в области естественных монополий. Нам необходимо сформировать собственный высокоразвитый единый рынок. Нам надо самим быть сильными, надо укреплять всячески свой союз. Тогда нам легче будет вести диалог и с Европейским Союзом, и с Китайской Народной Республикой, и с другими. Тогда мы будем сильными выступать с единых позиций. Пока этого нет. А без этого Евразийский экономический союз не сможет эффективно реализовывать как внутреннюю, так и внешнюю политику. Здесь, на мой взгляд, вот что еще важно. Евразийский экономический союз – первая попытка постсоветских стран прийти не только к единому своду экономических правил, но и к принятию общих обязательств, которые следует неизменно исполнять. Иначе интеграция априори теряет смысл. Вопрос компромисса или поиска оптимального баланса интересов для участников союза – задача наисложнейшая. Неспроста национальной делегации по несколько лет, пункт за пунктом, согласовывают свои позиции и формулируют единые требования. Поэтому возникновение острых дискуссий внутри объединения – ситуация скорее рабочая, нежели свидетельствующая о каких-то фатальных тенденциях. Кстати, инициатор и автор союза ранее говорил о неизбежных трениях и притирках. Неспроста сегодня Нурсултан Назарбаев предпочитает не переводить экономическую полемику в политическую плоскость, а вместо этого – смотреть на будущее союза с глобальных позиций. У нас Евразийский экономический союз существует. Уже сейчас ведется речь о том, чтобы создать свободную торговлю между Китаем и Евразийским экономическим союзом. О чем это говорит? Это говорит о том, что как раз вписывается в наш Евразийский экономический союз включить другие государства Азии. Хорошо было бы еще Европой включить сюда вместе. Честно говоря, Европа или Европейский союз, как один из интеграционных примеров, сегодня переживают период сильнейшей турбулентности. Брексит, кризис экономик, мигранты, безопасность и масса других проблем приводят к пересмотру внутриевропейских приоритетов и принципов, что в свою очередь грозит обернуться к совершенно иной схеме взаимодействия участников в рамках Евросоюза. Эстафета выживания в новых условиях – еще один вызов для ЕАЭС и вообще интеграционного формата развития экономик. Окажется ли он жизнеспособным на примере Евразийского экономического союза? Вопрос исключительно практический и адресован он исключительно к странам-партнерам. Всего доброго и до встречи!